Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Александра Матросова, 18, 3-й подъезд. Из-за протекающей кровли заливает квартиры сразу на двух этажах. Мы с мужем живем здесь второй год. Как говорят соседи, эта проблема уже давно. В прошлом году обещали крышу перекрыть. В этом году, как только снег начал таять, соответственно, крыша там у нас не отремонтирована. Мы на пятом этаже, соседи на шестом этаже, у них проблемы еще хуже. Началось это в начале прошлой недели. В четверг, может, уже не выдержал, потому что все течет. Вот, неоднократно звонили соседи, которые живут над нами в управляющую компанию. Соответственно, никаких действий не предпринималось. Муж в итоге в четверг, в обед, пошел сам туда. Они прислали к нам человека не в трезвом состоянии. С ним еще была напарница в таком же состоянии, который поднялся, сказал, я чистить снег не буду. Продолбил там траншею, проблема не улучшилась. В итоге муж пошел еще раз туда, пришел вместе с инженером. И присутствие инженера сам уже почистил снег. Управляющая компания говорит, жалуйтесь куда хотите, у нас людей нету, какие есть, такие работают. Проблемы решать они пока не хотят. Денег на ремонт нет. Нет, соседи говорят, что это уже не первый год, просто обещают, обещают, обещают. Ну, у нас вот сейчас, да, крыша, ну, как бы протекла, наш потолок в этом году, потому что снег начал таять. Соседи сверху говорят, у них течет даже когда дождь идет, потому что у них там даже ручьи под плиткой, им страшно спать ночами. Здесь вы можете в зале, да, увидеть из косяка вода текла, у нас в кладовке заливает, в спальне заливает и в коридоре. В коридоре видели. Чтобы, наконец-то, отремонтировали крышу, потому что сами жильцы ходят, чистят снег. Улица Победа 100, стена над входом во второй подъезд разваливается. Из-за того, что нам не делают крышу столько лет. Вот, и у нас вываливается, и у нас убило участкового врача. Мы вызывали ее, лично я вызывала, она приходила к нам. Вот, я свидетель. Женщина умерла, и никому ничего не надо. Кирпич упал. Этот кирпич был у меня вместе с ее кровью. Вот. И столько лет, и сейчас опять, посмотрите, что у нас творится. У меня дочка звонила и говорит, а если пойдет мой ребенок, и на нее упадет камень. Так в домоправлении ей ответили. Это самое. Значит, судьба у вашей дочери такая. Как это вы считаете, правильно? Там шлепок сделали, несколько листов положили. Там шлепок делают. Ну, начинают жильцы жаловаться, они над ними положат, и на этом успокаиваются. Над этим местом вот оно наглядно видно, что здесь тоже вроде что-то типа положили. Но вода как текла сквозь стену, она не течет, как положено, по наружке. Она течет именно сквозь стену. И кирпичи, получается, в итоге, когда замерзает, они держатся на льду, а не на растворе. И как только оттепель, вот эта весна опять потарилась, оттепель пошла, и кирпичи начали падать, потому что лед тает. Фактически, вся беда в том, что именно крышу эту не делали ни разу. В округе ни одного дома, я специально смотрел, еще ни одного дома нет, где не заменена крыша. Стоял дом управ и мастер. Мы выходили с внучкой из подъезда. Вот. Они нам говорят, бегите бегом. Я говорю, а почему мы должны бегать бегом? Вот. У меня свекровь, ей 86 лет, она как будет бегать бегом? Вот. Бег с препятствиями, что ли? Ну, это что такое? По подъезду, когда тает снег, мы ходим с зонтиком, потому что у нас течет, прям как вот дождь идет. Я же не могу не выходить. Мне внучку отвезти в школу, внучку забрать со школы, в магазин куда идти. Мне сказали, по возможности не выходите. Это что? Правильно, что ли? Четыре или пять лет уже развалились. Больше, больше. А может и больше. Ну, четыре года назад вот эту женщину-врача убил кирпич. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.